Жозефина Бейкер Бейкер-внебрачная дочь музыканта-ударника еврейского происхождения Эдди Карсона, по некоторым данным, и прачки-негритянки Кэрри Макдональд. Девочка росла в очень скромных условиях. 2 июля 1117 года семья Жозефины пережила резню, в результате которой, по разным данным, в Сен-Луисе погибло более сотни человек. Эти события потрясли Жозефину и впоследствии она стала ярым борцом против расизма. В возрасте 13 лет мать выдала Жозефину замуж за Вилли Уэбса, который был намного старше ее. В тот же год состоялось первое выступление Жозефины статисткой в театре Букер, Вашингтон. Брак с Уэбсом продержался все лишь несколько недель. В 1921 году Жозефина вышла замуж за проводника на железной дороге Вилли Бейкера. Разведясь с ним в 1925 году, она продолжала носить его фамилию всю жизнь. Творческая карьера Жозефины началась в 15 лет в стандарт театре Филадельфии. Позднее она перебралась в Нью-Йорк и получила работу в Эдуиле, с которым она ездила по стране в течение полугода. С 1923 по 1924 год хорейская музыкальная комедия в Нью-Йорке выступала в негритянском ревью. После своих выступлений в Нью-Йоркском клубе Plantation Club Жозефина получила работу La Ruvie Negre, премьера которой состоялась в Париже 2 октября 1925 года в театре на Елисейских полях. Своим танцем Жозефина стремительно завоевала признание парижской публики, которая в ее исполнении впервые увидела танец Чекстон. О Жозефине говорили, что она уже не гротескная чернокожая танцовщица, а черная Венера, посещавшая поэта Бодлера в его снах. Далее представление перемещалось в Брюссель, Берлин. В 1926-1927 годах Жозефина Бейкер стала звездой Фолли Беджер, это знаменитая Варите и Кабаре в Париже. Выступала в двух ревью в своей знаменитой Банановой Юлочке. После выступления в Берлине немецкие нудисты, для которых Жозефина стала символом свободы, предложили ей посетить их сообщество, но получили вежливый отказ. Примечательен тот факт, что в ее танцах были заметны элементы хасла, степа, хип-хопа, брейка, которые появились только годы спустя. В конце 1926 года с большой помпой вышла замуж за сицилийского каменотеса Жузеппе Пеппито Аббатины, который к этому времени уже принимал участие в ее шоу. Аббатина, выдававшая себя за графа Ди Альбертини, стала любовником Жозефины и ее менеджера. Для публики Жозефина стала таким образом первой афроамериканкой, носившей дворянский титул. Австрийский архитектор Адольф Лоц создал в 1928 году проект дома Жозефины Бейкер с мраморным фасадом и черно-белую полосу, который, однако, так и не был построен. Из-за ее невероятных костюмов и танцев Жозефине Бейкер было запрещено выступать в Вене, Праге, Будапеште и Нюнхене, что делало танцовщицу еще более привлекательной для публики. На борту корабля Юли Цезарь Жозефина пела в каюте Ле Корбюзье, который рисовал ее ногой, а после этого создавал свое новое здание в духе ее танцев. После встречи с Жозефиной Корбюзье построил свою виллу с собой. После турне по Восточной Европе и Южной Америке она все больше выступала в качестве певицы. Быстро стала самой успешной американкой в развлекательном жанре во Франции, в то время как в США она подвергалась российским нападкам. В 1937 году Жозефина Бейкер получила французское гражданство. Во время Второй мировой войны она находилась во Франции и Северной Африке, выступая перед французскими войсками и работая на движение сопротивления. Получила удостоверение летчика, стала лейтенантом и после войны была награждена медалями сопротивления и освобождения Франции, знаком военного креста и, наконец, в 1661 году орденом Почетного Легиона. В 1947 вышла замуж за руководителя своего оркестра Жобуйона, развелись в 1661. Поддерживала движение за гражданские права чернокожих в США. Ее протест против расизма нашел весьма оригинальное выражение. Жозефина усыновила 12 сирот с разным цветом кожи. В 1956 заявила об уходе со сцены, но уже в 1661 отпраздновала свое возвращение, а в 1973 году успешно уступила Карнеги Холли. В 1964 году Жозефина Бейкер сразу после отставки Хрущева отправила ему телеграмму с выражением сожаления. 8 апреля 1975 года состоялась премьера шоу, которым знаменитая танцовщица отпраздновала 50-летие своей сценической деятельности. Вскоре после него у Жозефины Бейкер произошло кровоизлияние в мозг, от последствий которого она скончалась. 12 апреля 1975 года Жозефина стала первой американкой, похороненной во Франции с воинскими почестями. Ее похоронили в Монако. Ну вот так вкратце о американо-французской танцовщице, певице и актрисе Жозефина Бейкер. Пока-пока, до свидания, смотрим фото. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok